Люцифер, Гей, Два священника и другие герои в главных сериалах января Кинокультура. Полночь 5, 3 января 2020 года Кто твой папочка Люцифер, Гей, Два священника и другие герои в главных сериалах января. Кадр. HBO Если о чем и не стоит переживать во время новогодних выходных, так это о том, как убить время, Стриминговые сервисы и телеканалы уже распланировали за вас каждый вечер праздников, да и всего первого месяца нового года. На экранах появится новый Папа Паула Соррентина, сериал по Стартреку с Патриком Стюартом, третий сезон Леденящих душу приключений Сабрины, долгожданное продолжение Доктора Кто, финал Коня Боджика и многое другое. Самые интересные телешоу января в ежемесячной подборке ленты.ру Конь Боджик Боджик Хорсман Заключительная половина шестого сезона Коня Боджика то, что многочисленные поклонники мультсериала ждут. С одной стороны, с нетерпением, с другой с печалью, поскольку эта часть станет финалом злоключения антропоморфного коня и суперзвезды его окружения. При всей комичности и абсурдности мира Боджика с его человекообразными жителями, трагичные в то же время весьма жизненные истории персонажей держат в невероятном напряжении, чем мультсериал и заслужил место в главных телепроектах десятилетия. За первую половину сезона Боджик уже открыл причины своих зависимостей, получил в какой-то степени индулигенцию от шауронеров и незаметно отошел на второй план, уступив экранное время историям других героев. Премьера финальных серий Коня Боджика 31 января на Netflix. Половое воспитание Один из самых смешных и в то же время познавательных сериалов года получил продолжение в виде второго сезона. Первая часть британского сериала Сейса и Баттерфилгдам, Эмма Маки и Джиллиан Андерсон в главных ролях погрузилась в клубок непростых отношений тинейджеров и их родителей, завершившись чудным аккордом в виде обретения половозрелым школьникам и детственникам способности мастурбировать. Да, половое воспитание по общему нарративу схоже с тем, что регулярно делает мать главного героя в исполнении Андерсон, а именно без стеснения раскладывает по кирпичикам темы, которые в консервативном обществе принято считать табуированными. Изря принято половое воспитание оказывается кладезью не только нескончаемого потока шуток, но и весьма важной информации о сексе и отношениях, той, от которой детей сегодня почему-то принято оберегать. Премьера 17 января на Netflix «Доктор Кто? Доктор Who?» Джоди Уитакер наконец-то возвращается в роли 13-го доктора. Самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире взял паузу на целый год после выхода финала 11 сезонов в декабре 2018-го. Создатели телешоу объяснили такой длительный временной промежуток сложностью съемок и пост-продакшена новой части можно предположить, что поклонников «Доктора Кто?» ждет нечто куда более эпичное, чем увиденное в последнем сезоне, раскритикованном из-за автономности и несвязанности эпизодов между собой. Если авторы предыдущих частей сериала, в которых главного героя играли Мэтт Смит и Питер Капальди, балансировали между раскрытием главной сюжетной линии и отдельными эпизодическими приключениями персонажей, то новый шаураннер Крис Чебнелл решился на рискованный шаг, вернув сериал к самым истокам, оригинальный «Доктор Кто?» начал выходить еще в 1960-х, и каждая серия в нем была отдельным приключением. Будет ли Чебнелл придерживаться принятой стратегии узнаем уже в начале года. Премьера 12 сезона 1 января на BBC One. Дракула. Дракула. Новая экранизация романа Брэма Стокера от превозносимого британцами творческого дуэта Марка Гаттиса и Стивена Мафата, «Шерлок. Доктор Кто?» будет состоять всего из трех эпизодов, и, судя по аннотации, собирается представить кровожадного графа Дракулу, класс Банк, в совсем ином свете, изучая его слабости и, страшно подумать, человечность. При этом трейлер мини-сериала изобилует весьма физиологическими подробностями о том, как живет и питается легендарный вампир с мясом, кровью и оторванными ногтями, все-таки помимо драмы Дракула заявленный как хоррор. Первая серия эксперимента Гаттиса и Мафата выйдет уже 1 января, остальные два эпизода в последующие дни на BBC One и Netflix. Новый Папа – продолжение драмы «Молодой Папа» от режиссера Пауэла Соррентина, «Молодость, великая красота», увидевший свет еще в 2016 году. Если первая часть пыталась эпатировать зрителей откровением о том, что Ватикан полон людей, мягко говоря, далеких от святости, то в новом Папе главный герой Пи. В исполнении Джуде Лоу получает равного по силам и попризванной шокировать жестокой манере поведения противника новоизбранного Папу Иоанна Павла, которого играет Джон Малкович. В то время как Иоанн пытается взять власть в свои руки, все больше верующих воспринимают Пи как некоего мессия. Карточный домик в Ватикане обещает перейти на более агрессивную стадию, премьера 10 января на HBO. «Звездный путь. Пикар. Стар Трек. Пикард». Франшиза «Стар Трек» возвращается к фигуре легендарного капитана Интерпрайзов Жанна Люка Пикара в исполнении Патрика Стюарта. Впервые появившийся в части «Следующие поколения», выходивший с 1987 по 1994 год, а затем вернувшийся в серии полнометражных фильмов, Пикар отошел от дел и живет в поместье на Земле, однако спокойно уйти в небытие. Очевидно, у него не получится таинственная незнакомка, и Забрионис, которую почему-то считает угрозой всему, обращается к капитану за помощью, и тому вновь приходится собрать команду и отправиться в открытый космос. Премьера 17 января на CBS. «Леденящие душу приключения Сабрины». С тех пор, как героиню детского сеткома Сабрина маленькая ведьма раздели до нижнего белья и заставили поклоняться Сатане, прошло уже больше года, и за два вышедших сезона главные герои, казалось бы, побороли зло в лице Люцифера, по совместительству отца Сабрины, и разрешили все насущные тенейджерские проблемы. Как бы не так новая часть «Леденящих душу приключений Сабрины» хоть и не получила пока полноценного трейлера, но уже в коротком тизере намекает на путешествие главной героини, Кернан Шибко, в преисподнюю, в которую попал ее сокурсник из Академии незримых искусств Николас Скрэйч, Гивен Лезервуд. Более того, смещение Люцифера со своего престола и его ссылка в ад означает борьбу за контроль над колдунами, в которой Сабрина Спелман сыграет ключевую роль. Премьера третьего сезона 24 января на Netflix. «Чудотворцы. Темные века». Первый сезон «Чудотворцев» представлял «Рай» как гигантскую корпорацию с руководителем Стив Бушами, который переживает кризис вечного возраста, и энергичным сотрудником нишего звена Даниэл Рудклифф, застрявшим в отделе обработки молитв. Бог, которому надоело свое главное творение, решает уничтожить землю и открыть на ее месте ресторан. И весь сезон нежелающий оттерять работу сотрудники корпорации пытаются переубедить творца. Второй сезон делает нечто неожиданное, ставит героев из первой части в декорации средневековой Европы, и они будто бы и не помнят о своем прошлом месте работы. Рудклифф играет короля, Бушами и другие актеры из первой части, Джеральдин Висвана от Хан и Карен Сони, его подданных, а сам сериал теперь заявлен, как антология. Премьера 28 января на «ТБС» «Чужак» Мини-сериал «Чужак» основан на одноименном детективно-мистическом романе Стивена Кинга, изданном в 2018 году. В небольшом американском городе в штате Оклахома происходит жестокое убийство подростка. Все улики указывают на виновность тренера детской бейсбольной лиги Терри Мейтлинда, Джейсон Бейтман. Тот, однако, вина не признает, да и не выдает из себя признаков маньяка-садиста. Расследование детективов Ральфа Андерсона, Бен Мендельсон и Холли Гибни, Синтио Эрива, приводит к версии о том, что истинный убийца некое мистическое существо. Премьера состоится 12 января на телеканале HBO. Все будет хорошо. Австралийский стендап-комик Джош Томас выступил шауронером и звездой комедийного сериала «Все будет хорошо». Он играет Николаса, 25-летнего невротичного и инфантильного парня, отец которого умирает, оставив главному герою на попечении двух единоутробанных, или единокровных, сестер, Мэй в прессе Кайла Крамер. Одна из них страдает аутизмом. Николас, прекрасно осознавая свою неподготовленность к настолько взрослой жизни, берет на себя нашу отца-одиночки. Девочки же знают, что нельзя совать голову в духовку. Что может пойти не так. Успокаивает он свою семью и, возможно, самого себя. «Все будет хорошо» будет состоять из 10 эпизодов, премьера двух первых 16 января на Free Fall. Илья Кролевский.